Москва Железная Дорожная И во второй части о платформе Тестовская Итак, наверное, самым главным событием за прошедшие две недели стал запуск московских центральных диаметров двух Вот, соответственно, Белорусско-Савеловского и Горишско-Курского То есть от Одинцова до Лубни и от Нахабина до Подольска Ну и дополнительным таким неожиданным сюрпризом, как бы бонусом для многих пассажиров Стало, так сказать, фактически тут же отменённое взимание плата за проезд И, так сказать, установление бесплатного проезда на эти диаметры вплоть до 8 декабря Ну, это, так сказать, официально, говорят, что связано с тем, что не справились билетные автоматы с потоком, большим потоком пассажиров Ну, однако, вполне возможно, что, ещё раз говорю, что это некая такая промо-акция По привлечению, так сказать, пассажиров, клиентов Но это лично моё мнение, я на нём не настаиваю Ну, может, такая как бы рекламная кампания, да, чтобы как можно больше количества пассажиров Показать, так сказать, все прелести этого вида, так сказать, транспорта Ну, который уже иногда называют даже по рекламе новое наземное метро Ну, это, конечно, большая натяжка Но всё-таки же это железная дорога, а никак не метро Ну, как говорится, ну, что-то, конечно, есть и от метро Ну, прежде всего, это небольшие интервалы Ну, комфортность движения, конечно, ну, хоть какая-то, да, относительно Ну, и вот это, наверное, самое главное такое, да Ну, и какие-то пересадки тоже есть и так далее, удобно Ну, прежде всего, это такие небольшие интервалы, да Ну, новые поезда Вот, ну, и как бы вот, чтобы завлечь людей Вот, и, соответственно, сделали бесплатный проезд Ну, возможно, и то, и другое То есть, тут как бы два фактора действуют совместно Так что вот вы можете ещё до конца этой недели Воспользоваться бесплатным проездом И покататься по диаметрам Ну, о самих диаметрах я рассказывал в прошлой нашей передаче Можете послушать я несколько более подробно Ну, а ещё также важным событием Уже этой недели явилось то, что Во вторник, 3 декабря Снова была открыта после реконструкции Пассажирская платформа Москва-товарная Павелецкая, которая была закрыта С марта этого года Ну, и вот почти год шла реконструкция Ну, не год, наверное, скорее Чуть больше полгода, так, наверное, более правильно будет сказать Ну, очень с марта месяца и вот до 3 декабря Ну, и снова теперь там электрички останавливаются Ну, правда, как эта платформа была в глуши Так она и осталась Ну, потому что эта платформа Она находится на территории Бывшей Павелецкой промзоны В конце первого Павелецкого проезда Ну, тупиковая она как раз доводит до этой платформы Ну, и хотя фактически промзона Это уже не работает, она не действует Там уже почти ничего не производится Очень минимально Вот, но всё равно Пейзаж он такой достаточно Промышленный Достаточно такой индустриальный И, в общем, хотя вроде бы Платформа совсем недалеко находится от центра Это первая платформа после Павелецкого вокзала Вот, Москва товарная Но и вместе с тем такое создается ощущение Так сказать, при выходе на эту платформу Что, в общем, где-то мы находимся В каком-то промышленном районе Достаточно далеко от центра города Ну, однако, вот платформу обновили Заменили фундамент Плиты перекрытия Вместо асфальта, как обычно, уложили плитку Также сделали навес для защиты от непогоды Ну, и, в общем, для отдыха от всего Сделали информационное табло Всякие современные системы оповещения Стойки экстренной связи Новое освещение сделали Ну, и для инвалидов сделали пандусы Ну, в общем, всё, как говорится Как на других станциях Ну, это реконструкция Антиплатформа была открыта ещё давно Ещё в 1900 году То есть ей уже почти 120 лет Этой платформе в следующем году будет Вот, и, ну, фактически она ни разу капитально Не ремонтировалась Ну, и вот Такая будет действительно реконструкция Ну, во многом она связана ещё и с вводом Четвёртого цена этого диаметра московского Который планируется где-то на 2021-2022 года Примерно ввести в эксплуатацию на 2021 год И он будет идти с киевского на повелецкое направление Ну, я точно тут не скажу Вот Ну, в общем, один из диаметров Может, даже это не четвёртый, а третий диаметр Это я точно не помню Ну, один из диаметров Может, даже третий Который будет идти до Домодедова Это повелецкое направление Так что мы с этим связаны Это как бы один из этапов подготовки пуска этого диаметра Кроме того, также стало известно, что По МЦК, это окружная железная дорога С начала 2019 года было перевезено на 14% людей больше Чем за аналогичный период прошлого года Ну, цифра достаточно большая Действительно, 14% это много Ну, с одной стороны, это связано с тем, что Конечно, и количество людей увеличивается в Москве постоянно То есть всё больше и больше людей едут в Москву Ну, а с другой стороны, конечно же, это связано и с тем Что всё больше людей узнают про этот вид транспорта Про МЦК, про окружную дорогу И что там, оказывается, тоже сейчас производятся пассажирские перевозки Но всё-таки ещё далеко не все это знают Ну, конечно, большинство людей, но не все Вот, ну и кроме того, видите, там тоже идут определенные работы Для привлечения пассажиров Но, в частности, вот интервалы между движением поездов В часы пик, это носом утром, да, вечером с 7 до 9 И с 5 до 7 вечера, ну, они были сокращены до 4 минут То есть, если раньше это было 8, потом 6, 5, ну, и вот уже 4 минуты Ну, и, соответственно, это позволило увеличить объём движения поездов В будни на 36%, а в выходные на 40% Ну, и время движения по кольцу хоть и сократилось, но очень незначительно С полутора часов, с 90 минут до 88, ну, то есть, всего на 2 минуты Ну, это, конечно, мало И надо сказать, что в целом, конечно, надо сказать, что поезда по кольцу ездят медленно То есть, конечно, вот это кольцо полтора часа, это медленно Конечно, так сказать, было бы здорово, если бы они ездили там минут за 40-50 по этому кольцу Это было бы, в принципе, нормально Ну, ещё там до часа как-то более-менее Ну, уже полтора часа, это много Ну, вот эти вот такие движения связаны с тем, что там очень много остановок на этом кольце Там, по-моему, 32 станции И постоянно идут остановки и задержки То есть, пока вот войдут-выйдут вот эти постоянно открывания-закрывания дверей Они, конечно, тем более там же всё происходит То есть, сам открываешь, сам закрываешь Ну, и пока все войдут, кто-то там ещё не разберётся, забыл, потом вышел Ну, и вот это всё приводит к достаточно большим задержкам на платформах поездов Ну, и надо сказать, что вот это вот кольцо, оно сейчас соединено с семи направлениями радиальными Московской железной дороги Казанским, Солёвским, Рижским, Горьковским, Ярославским, Курским и Павелецким Ну, и хотят его ещё соединить также и с киевским направлением И работаете, они уже вовсю идут Это будет в рамках проекта, значит, будет строиться новый диаметр четвёртого Который будет соединять Рижское направление, так сказать, Киевское направление, Апрелевку И Горьковское направление, город Железнодорожный То есть, между Железнодорожным, НЦД-4 будет проходить, и Апрелевкой И вот эти работы сейчас ведутся именно по соединению вот этих вот двух направлений Белорусского и Киевского Ну, вы это, в принципе, можете видеть И там будет четыре станции Таких вот, соединительных между двумя этими направлениями Это Звенигородская, она будет находиться около Звенигородского шоссе, соответственно Вот, это станция Кутузовская Также Камушки Вот, Камушки сейчас уже вовсю строится Около Тестовской Вот, а, соответственно Кутузовская, она будет находиться около Делового центра Ну, и дальше там около Драгомиловского моста Вот, и, кстати, новый мост тоже строится Новый Драгомиловский мост Рядом вот с мостом Окружной Железной Дороги МЦК И прямо вот рядом с ним Совсем чуть-чуть от него строится новый мост Как раз вот для этой самой МЦД-4 Ну, и еще одна платформа будет Поклонная Ну, где она будет находиться, сложно сказать Ну, очевидно, где-то около Поклонной улицы как раз Ну, где-то вот как раз уже ближе к Киевскому направлению Тестов-4 платформы А дальше там уже будет следующая беговая платформа Да, то есть будет идти от Железнодорожного Дальше там через Москву Платформа Станкалит-Савеловская Которая сейчас закрыта А будет открыта как раз вот Когда А4 вот этот диаметр введут И дальше потом будут переезда Поезда, как обычно, перезжают на белорусское направление А дальше уже от Беговой Они будут ехать, ну, там, не знаю Следующая платформа будет Звенигородская Как раз у Звенигородской шоссе Возможно, там снесут этот домостроительный комбинат 1 ДСК-1 Может быть, там какие-то гаражи, склады Там довольно много в промзоне магистральной улицы Около Ромаковой рощи И дальше уже И дальше там строятся огромные эстакады То есть поезда будут идти по эстакаде Дело в том, что МСД-4 Дело в том, что там очень все зажато В этом месте То есть там и Москва-Сити Там и Третье транспортное кольцо Там и Белорусское направление Там и Шмиттовский проезд Там вот эта стройка нового жилого комплекса Хедлайнер И вот это все, понимаете Вот это огромное количество Вот этих Там еще огромная развязка Вот этого ТТК И Москва-Сити То есть вот это вот Все там огромное количество кругов И куда-то еще втиснуть Еще одну железную дорогу Еще одну ветку В чем там же двое путей будет Ну уже просто нереально И выход только один Делать это все на эстакаде И вот сейчас там огромную такую эстакаду строят Которую будет как раз усоединять Вот это Белорусское и Киевское направления И прям вот станции Они будут находиться фактически На этой эстакаде Такую большую Такую огромную эстакаду строят Вот Ну так вот Так что Будет вот еще соединение Но это Когда построят Сейчас пока еще там Во все ее строительство Некоторые Из Венегородской платформы Пока еще не строят Поклонную тоже То есть пока строят Только Кутузовскую и Камушки Вот Ну вот так вот Такие планы Значит далее Что еще хочется сказать Что в ноябре этого года На Московской железной дороге Было перевезено На 2% больше пассажиров Чем за аналогичный период Прошлого года То есть вот в ноябре прошлого года Соответственно Было на 2% меньше людей Чем сейчас Но опять же это связано Во многом с тем Что в Москву все больше едет людей То есть развитием самой Москвы Ну и конечно с тем Что комфорт на железной дороге Все таки тоже увеличивается Увеличивается Далее Следующая новость Это та Что с 8 декабря Начнет действовать Новый график движения Электричек И в нем начнут Возросшие объемы движения Пригородных поездов В среднем на 20% По сравнению с прошлым годом Вот Ну и естественно Что во многом это связано Вот это увеличение движения С введением вот этих МЦД-1, МЦД-2 То есть диаметров вот этих Ну и сокращением интервалов Движения поездов На МЦК До 4 минут Я уже говорил Да Вот Ну и соответственно Так сказать Все больше поездов едет В будня 20% больше Выходные даже Вообще на 25 Особенно в часы пик Естественно в первую очередь Возросло интенсивное движение На вот этих диаметральных направлениях То есть это Рижская Савеловская Белорусская Да Смоленская И Курская Ну и вот когда мы были Вот вчера на платформе На станции Красный Строитель То мы это увидели Да Что поезда Прям буквально Один за другим следовали То есть раньше Там можно было стоять И по полчаса И по часу То вот Сейчас там Буквально Ну каждые там 5-10 минут Туда-сюда едут поезда Вот Ну и соответственно Будут дополнительные поезда Тут запущены Да И новый график Вообще движения поездов То есть уже будет переход На зимние расписания И в целом На новый график Движения поездов А кроме того Также дополнительные электрички Будут пущены По Горьковскому направлению Но это связано С тем Что в августе этого года Там пустили Движение поездов По четвертому Главному пути От Карачарова До Железнодорожной Его протяженность 19 километров Ну и также Количество электричек Будет увеличено На Павелецком И Киевском направлениях Ну и еще Одну новость Скажу Что вот Расписание Некоторых электричек На Киевском направлении Вот с 5 по 7 декабря То есть сегодня Завтра И в субботу Оно изменится И это связано Со строительством Новой платформы Аминевская Которая Будет находиться Между платформами Матвеевская И Очакова На вот Собственно говоря Пересечение Аминевского шоссе И улица Лобачевского Вот И эта Платформа Она будет включать в себя Две Собственно Островные платформы Да Вот Оборудованные навесом Также подземный вестибюль Который соединит Разделенная Железная дорога Части города Ну и там Условные турникеты Кассы Эскалаторы И лифты Вот Ну и вот Для того чтобы Эту платформу строить Сейчас там Во всю идет стройка И поэтому Соответственно Будет закрыт Для движения Некоторое время Вот в эти дни Как раз Три дня Особенно Первый главный путь Ну и соответственно Движение организуют По соседним путям В реверсивном порядке То есть будет пропускать То есть будет пропускать То поезд В сторону Вокзала То наоборот В сторону Области Ну и поэтому С этим естественно Что некоторые Будут изменения В расписании Изменения В свое время отправления Прибытия Количество остановок Некоторые электрички Просто отменят Ну и некоторые Проследуют Без остановки Платформу Москва Сортировочная Ну это Который перед Матвеевской Следующий После Вокзала Ну и Во второй части Передачи Я расскажу Немножко О платформе Тестовской Белорусского Направления Ну в прошлый раз Мы говорили О станции Фили А теперь О платформе Тестовской Которая собственно Входит в состав Вот этой вот Станции Фили То есть она В принципе Как бы административно Да И технически Она относится Именно к станции Фили То есть она Так сказать Над ней Как бы Ну включает Ее в своей границе Да Над ней Как бы Так сказать Покровительствует И хотя Так сказать Сейчас везде Во все говорят Что все Теперь раньше Была платформа А теперь станция Но на самом деле Это не совсем правильно Потому что Сейчас принято Называть Все пункты Практически Станциями Да Но это неверно Потому что Я уже много раз Подчеркивал Что Станция это станция Платформа это платформа То есть Отличиями станции Является Прежде всего Большое путевое развитие Вот И в том числе Грузовые перевозки Которые Тоже идет И вот мы вчера видели Я показывал вам Довольно наглядно Что Почему именно Красный строитель Это станция А не платформа Потому что Очень много путей Да Большое путевое развитие Вот И там Видели Очень много Стоит грузового транспорта Потом идут ветки От станции Обычно К разным Так сказать Предприятиям К разным объектам Которые около Нее находятся Это вот признак станции И кроме того Важнейшим таким Признаком станции Является наличие Поста централизации То есть Такого головного Пункта Который фактически Управляет Вот теми перевозками Которые Происходят Внутри этой станции И я тоже вам Вчера показывал Вот этот вот Пост централизации Который прямо Находится около Пешеходного моста Который идет Вот через который Идет связь Собственно Города И улица Дорожная Газопровод И вот этой Станции Костроитель И вот Из этого поста Там соответственно Осуществляется Все Регулировка И грузово Пассажирского движения Внутри Вот этой вот Станции Собственно говоря Ну и В ее Ближайших окрестностях Ну крестью Постанции Конечно На Тестовской Мы ничего подобного Не видим Там никакого Випамина нет Постанции Никогда его не было И никакого Путевого развития Тоже и близко нет То есть там просто Идут вот эти Два пути Туда обратно И собственно все Там строятся Да новые пути Скорее всего будут Там третьи черты Главные пути Но это В любом случае Это не путевой Это все равно Главные пути Вот этого Так сказать Обычного Такого Так сказать Магистрального направления Поэтому как-то Путевым развитием Это не назовешь Ну просто интенсивность Возрастет Да их пока еще Кстати нет Поэтому Ну скажем так Это не грамотно Называть Эту Так сказать Остановку Да Называть ее станцией Просто не грамотно Поэтому Ее сколько угодно Можно называть станцией Но Станции Она от этого не будет Она все равно Пока еще платформа Так Вот Это в том что Сколько не говори халва А во рту Слаще не станет Да пока Халва Так что Пусть она сначала Станет станция Тогда уже можно называть Поэтому все-таки Это конечно неправильно И это искажение Сути того Что в принципе Она себя представляет А управление Фактически Эта станция Оно как было Так и осуществляется От станции Филии То есть она входит В границы Эта станция Ну и вообще Надо сказать Что Раньше Эта станция Она была такая Очень захолустная Она На ней Многие электрички Вообще не останавливались И это была Ну такая Знаете Пустынная Платформа На которую Очень мало Выходило И входило людей Вот И Очень многие Электрички Ее просто проезжали То есть они Ну В пределах Москвы Фактически Это Ну Все электрички Все останавливались Там На беговой Там На филях На пункцию Естественно Все останавливаются Ну Рабочих поселок Все там Некоторые проезжали Да Ну все таки Не так много А Тестовскую Это буквально Через одну точно А некоторые Прям и две Могли проехать То есть там Можно было простоять В ожидании электрички Там и час И два Иногда Вот Довольно Даже и в советское время Ну там Немножко Поменьше были интервалы Кстати Вот МЦД Сейчас вот интервалы Примерно такие же Как в советское время Были В электричке Раньше электрички В советское время Намного чаще ездили Чем сейчас Ну вот сейчас Вот МЦД вели Поэтому соответственно Интервалы Они вот примерно Такие же Как в советское время То есть в электричке Чаще ходили И она даже буквально Каждые там Две-три минуты Ну пять минут То есть это вот Волне Ну я имею в виду В часы пик конечно Ну потом да В не пиковое время Там естественно Интервалы Тоже были больше Ну так вот И вот это Естественно Ее многие просто проезжали И это может Показаться странным Потому что Ну в принципе Что вторая платформа От Белорусского вокзала Вроде бы Совсем рядом Центр города Но дело в том Что там раньше Находились Находились промзоны И с одной И с другой стороны Ну и сейчас там знаете Когда выходишь Да На платформу Там вот Одни эстакады То есть вот такое впечатление Как будто ты находишься Вообще в каком-то там Где-то непонятно где В Японии там где-то Или в Шанхае Ну то есть Что-то прям вообще Одни дороги вот везде И вверху внизу Там вот везде Со всех сторон Буквально Эту платформу окружает Вот эта паутина Разных таких развязок Дело в том Что прям вот Над этой платформой Да И вот около этой платформы Ее полностью окружает Вот эта развязка Третьего транспортного кольца Который проходит Поверху По эстакаде И Вот это Москва-сити Шмидтовского проезда Который вот внизу Проходит Прям вровень с платформой Вот И вот поэтому Такое впечатление Но там Ставят подъездные там дороги Первый, второй Второй Красногвардейский проезд Там Тестовская улица Там вот И Ермакова роща Там улица Ну вот эти всякие Подъездные какие-то Разные там дороги И в результате Вот эти все Съезды, выезды И вот это Создает такую Причудливую паутину А раньше Ну это сейчас Да Вот мы То что мы видим А раньше Здесь была промзона Причем даже Две промзоны То есть вот выходишь И Ну в основном там Магистральная улица С одной стороны Вот это район Шелепиха Да Вот И прежде всего Первый взгляд Вот это был Мерекомбинат Номер 4 Да Который находился На Шмидловском проезде Вот прямо перед платформой Вот здесь вот На небольшом отдалении Находился Такие огромные Были такие зерноприемники Круглые Хранилища зерна Где там Переработка шла Помол Вот А с другой стороны Тоже была Шелепихинская промзона Ну Тоже там С другой стороны Тоже Там Москварик Рядом Протекает И вот на месте Вот этой Москва-сити Тоже фактически Была промзона Вот Всякие железнодорожные Подъездные пути Туда-сюда Огромное количество Тут же рядом Соответственно Проходит и окружная Железная дорога Которая Долго времени Была грузовой А не пассажирская Пассажирка Стала только С конца С конца Одни железнодороги Соответственно Одни промышленные предприятия Вот это Мелькомбинат Там дальше Сахар-храненадный завод Чуть подальше Вот ЖБИ Там ДСК Ну и так далее И так далее То есть Огромное количество Эти предприятия Ну и поэтому Метро-то здесь не было И поэтому В принципе Ну а кому здесь было Выходить-то Куда идти-то Вот выходишь А куда Ну вот Один только Шмидтовский проезд По сути больше Сити-то не было И поэтому Такая была Ну платформа Она по сути-то И не востребованная Я бы не сказал Что там и сейчас Прям уж слишком много народу Ну конечно Не сравнить с тем Что было Раньше сейчас конечно Народу намного больше А раньше прям буквально Пустынная платформа была И многие просто проезжали Вот Ну а толчком В общем-то К развитию Вот этой вот местности Да и платформы Дал Во-первых Строительство Конечно Это Москва-Сити Да В конце 90-х 2000-х годах Ну собственно Оно и продолжается Сейчас еще Строительство Оно не закончилось Там еще башни строятся Ну конечно В основе Своенно уже закончилось В основе Да Как бы В целом Но По сути Там еще все-таки Работа продолжается Вот И Конечно Уже Таким самым Главным толчком Это было Ну все-таки Москва-Сити Больше на машинах ездят Че на электричках Вот Но и Самый главный Толчок Это конечно же Открытие метро Международное Которое Вот произошло Там 2000-х годах Где-то в конце И И вот Отфилевской Линии Ну и Естественно Из метро Стали выходить А потом Уже В конце 2016-го Открыли Станцию Деловой Центр И Шелепиха Которая Соответственно Находится С одной И с другой Страны Этой платформы Тестовская То есть Можно уже Причем С международной Организовали Пересадку На деловой Центр И то есть Можно уже Из метро Пересесть На МЦК Вот Ну а Уже Совсем Недавно Полугода Назад Вот Открыли Еще и Метро Шелепиха Которые Тоже Соединились С Платформой Шелепиха МЦК Ну то есть Тоже Можно перейти Ну и В результате Уже Как-то Две Станции Метро Две Станции МЦК Ну и Сити Уже Как-то Вовсю Вырос Ну и В результате Как-то Эта Платформа Она Обросла Вот Такими Достаточно Привлекательными Для пассажиров Объектами Да Так сказать Инфраструктура Ну и Естественно Что это Конечно Уже Привлекло На нее Намного Больше Количества Людей Вот Платформа Находится Всего В 6 Километрах От Белорусского Вокзала Ну и Соответственно От Петро Белорусская Вот И Изначально Она Называлась Собственно Блокпост 6-й Километр Вот так Блокпост Ну то есть По сути Какой-то Такой Небольшой Полустаночек Какой-то Такой Там Может Один вагон Там Останавливался Как тогда И все И то там Почти никто Не выходил Ну то есть Совсем Такое Захолустье Вот И даже Кстати Неизвестно Когда точно Открыли Эту Платформу Но Ещё Известно Что В 1920-х Годах Это Произошло До 1927 Года То есть Где-то Вот так Ну грубо говоря С 20-го И до 27-го Года Вот Где-то Вот в этом Вот Периоде И да И сначала Вот называлась Блокпост Шестой Километр А Потом Её переименовали И сделали Тестовское Вот И кстати Тоже непонятно Когда это Произошло Когда её Переименовали Но Это Произошло До 1449 Года Ну то есть Где-то Наверное В 30-х 40-х Годах Её Переименовали Но Почему-то Даже До сих пор Ещё Как-то Вот Никто Так Не выяснил Когда Это Произошло Точно Потому что Ну Неужели Никто Не помнит Никаких Архивов Не сохранилось Ну Однако Вот это Факт Нигде Точной Информации Нет Когда её Переименовали Ну А переименовали В честь Купца И Ресторатора Владельца Ресторанов Ивана Тестова Вот Который Вот сюда Ещё Во второй Половине 19-го века Пересидел Свой цыганский Хор Который Соответственно Выступал В ресторанах Вот В его ресторане В ресторанах Которым он владел Ну А сюда Он переселил В свой хор Здесь им дал жильё Около Шмидтовского Проезда Нынешнего Когда Конечно Его не было Как такового Ну Дорога-то была Но Она ещё не называла Шмидтовский Проезд В честь Революционера Вот Но Это уже Советское название И вот Он переселил И место Стало Называться В честь него Тестово Ну И соответственно На форуме Зальтестовское Так что Это название Потому что Многие Думают Что это связано С мелькомбинатом Потому что Там Что-то такое Хлеб Что-то такое Тесто Что-то такое Но на самом деле На мелькомбинате Тесто не делают На мелькомбинате Там измельчают Зерно И делают Муку То есть Зерно Измельчает Муку Поэтому там Приезжали Баржи Зерном Там специально Был зернопровод Который тянулся От Москварики Там еще до сих пор Он сохранился Причал Я имею ввиду Грузовой А зернопровод Ну тоже Наверное Сохранился Там внизу А может уже и нет И дальше Он туда шел Под землей Там зерно Внали на комбинат Ну и там Вот уже Измельчали муку А уже потом На хлебозаводах Вот там уже Делают тесто Там уже из муки Сделают уже тесто И дальше Из теста уже Соответственно Делают хлеб Там Разные хлебобулочные Изделия Готовую продукцию Так что Это не по этому А еще знаете Вот когда я ездил По этому направлению Одно время То Там Диктор По информатору Объявлял Что следующая платформа Тестовская Я так понимаю Что Человек не очень понимал Что это такое И он думал Что тестовская Это от слова Тесты Ну тесты сдавать Какие-то там Типа экзамены Тесты сдают Студенты там Всякие Какие-то разные На вопросы отвечают Еще что-то такое Разные задания дают То есть это от слова Тесты То есть ему казалось Что это не тесто Не от фамилии кого А слово тестовское То есть видите Еще есть третий толковой Ну очень оригинальный Я конечно так В душе смеялся Но на самом деле Конечно Это просто от непонимания Того Почему это название Появилось Так что он связан Не с хлебом И не с тестами В смысле Разных Так сказать Там Экзаменационных вопросов Там и разных Так сказать И формы проверки Человека А оно связано Именно с фамилией Купца И ресторатора Ивана Тестова Ну наверное Как уж его фамилия Была точно сложная Ну наверное Тестов все-таки Не Тестов Наверное Тестов Ивана Тестова Вот Ну и Собственно говоря Находится Это Плаформа 6 километров Ну ехать там Где-то в районе 5 минут Первая зона Ну в общем В принципе сейчас там Практически все электрические Останавливаются Да по-моему Даже и все Ну ввиду того Что сделали Как МЦД Вот Значит В 2010-м Анинсом годах На этой платформе Прошла реконструкция Полная платформа Так что фактически Она собрана заново Вот Столько времени Не реставрировалось Так теперь Ее заново сделали Да Ну очевидно В рамках Предполагаемого Уже тогда Запуска Вот Соответственно МЦД Вот А может быть И просто Реконструировали Ну все-таки Наверное Какие-то уже планы Были тогда В 2010-м В 2011-м Годах Вот И на какое-то время Даже платформа Вообще была закрыта Для поездок Ну вскоре ее открыли Буквально там Через некоторое время Сначала одну платформу А потом уже и другую Вот Ну и естественно Плитка Конечно все эти Навесы современные Как обычно Новое освещение Вот Раньше это вообще Такая простенькая Платформочка была Такие небольшие огражденец Такие маленькие Перильчики Такие Чуть-чуть Ну и все Если выходишь Прям практически Практически как подмосковные Платформы Вы знаете Там Садовая Там Дорохова Там Партизанская Ну вот в таком плане Да Такие простенькие Платформы 52-й километр Ну в таком духе Ну а теперь уже Конечно такие Таблички там были Тогда Еще раньше Помню Зеленый Зеленый фон А на них Белым написано Там детское Ну тогда Так вот Такая была Цветовая гамма Ну сейчас Другая конечно Стала все это По-новому сделали Тем более МСД Вот Все это конечно Сейчас там Обнесли забором Ну и на этой платформе Долгое время Не было турникетов Вот И это конечно Ну Многих Привлекало Ну особенно Тех кто там Рядом работал Ну чтобы как-то Можно было Единственная платформа Которая была Вот до последней Да Получившая турникеты Долгое время На ней Их не было Ну кстати На рабочем поселке Долго не было Так что еще Еще одна платформа Достаточно Долгое Не так давно То что там сделали Год два Наверное назад Ну а это Уж вот совсем Буквально В ноябре месяце Вот этого года То есть совсем недавно Ну собственно говоря Вот как раз К запуску Вот это вот Движение по МЦД Ну и теперь уже Там тоже турникеты Так что Так просто уже Не пройдешь Все платформы С МЦД Они это Поям будут Все равно Уже оборудованы Турникетами Ну или еще Если вдруг Где-то все-таки нет Ну значит Они установят В ближайшем будущем Ну вот на Тесовской Уже установили Ну и по сути С этой платформы Можно выйти только На Шмидтовский проезд В общем-то Ну я имею в виду Если вот на такую улицу Непосредственно Вот на прямую Да Выходы идут На Шмидтовский проезд Вот А с другой стороны Платформы Там по подземному переходу Можно выйти к Москва-Сити Но там как таковой Улицы нету Да То есть там просто Такая Выйти на эту развязку Да Вот на ту сторону Такой довольно длинный Подземный переход Туда пройдешь И туда вот дальше Уже можно выйти Ну а дальше Там уже от этой развязки Можно пройти по тротуарам Там уже соответственно Ко второму Первому Красногорскому проездам И далее туда На Тестовской улице Соответственно К метро Международное И деловой центр Платформы МЦК Но кстати Идти достаточно далеко Вообще километр То есть вот От Тестовской До вот Метро Международное И Вот это вот Делового центра Где-то метров 700 А до Шелепихи 900 То есть почти километр Идти туда И туда То есть до метро Не так-то уж и близко То есть вот Не так вот вышло Сразу вот прям буквально Ну километр все-таки Это ну минут 10 Так вот нормальным шагом То есть это еще По подземному переходу То есть там такие лабиринтики Пройдешь Там еще перейдешь По светофору Потом на метро Ну в общем Не так-то все просто Поэтому И ближе уже Метро никак не будет Потому что все равно Ну а как можно Вот платформу Вот метро Уже не приблизишь никак То есть эти расстояния Вот они да Они уже скорее всего Никуда не денутся Они так и сохранятся Вот Единственное конечно Можно как-то там Ну чисто так вот Теоретически представить Что можно было бы Каким-то образом Оборудовать предположим Типа эскалатора Такого ультраволатора Наверное даже более правильно будет Да Который бы как-то вот Ну чтобы люди не ходили пешком А чтобы каким-то образом Он их доставлял Допустим вот Ну например под землей Да Вот он ездил Или сейчас какую-то Эстакаду там Может остекленную Да И доставлял бы людей Допустим от платформы До Шелепихи Там или там До этого Ну такое у меня Видите Рационализаторское предложение Возникло Да Ну чтобы не ходить Не переходить Во все эти переходы А прям сразу вот раз Так сказать С платформой Сразу на дробалатор И тебя Так сказать Автоматически повезли Так сказать В одну и другую сторону Смотря куда тебе надо Не знаю Может быть что-то Они до этого дойдут Но пока Такая ситуация Что как говорится Только пешком Так что идти Достаточно далеко Вот Ну по цене Там 3-6 рублей Понятно Приделать Москву Это очень ясно Сейчас 37 С Нового года Ну я не знаю С Нового года Они сделают 37 Или С февраля Следующего года Ну в общем На рубль вроде Повышение будет На электричках В пределах Москвы Ну рубль это В общем Я думал Что до 40 сделают Нет Почему сделают 37 Это конечно Очень щадяще Они поступили Вот Ну и так В целом Сейчас вот там Как раз Можно посмотреть Строится Вот эта эстакада Которую будет соединять Прямо вот С платформы Хорошо видно Там Значит идет Раньше Грузовые составы Проезжали по Окружной дороге Ну а сейчас Все больше Ласточки пролетают Да Видно хорошо Ну и вот Эта эстакада Строится Будущая МЦД-4 Как раз Которую будет соединять Киевское и Белорусское Направление Вот Ну в целом Ничего там Достопримечательного Нету Еще надо Писать что можно Выйти на Шелепихинский тупик С этой платформы Ну слушайте Найдите этот Шелепихинский тупик Вы при всем желании Его вряд ли Обнаружите Потому что Раньше Может он и был Но сейчас Он фактически Уже исчез То есть он Такая небольшая Маленькая дорога Которая фактически Слилась с этой Развязкой Вот Этой Третьего транспортного Кольца Поэтому По сути Дела Ее уже нет Это только Больше названий Осталось Когда-то Когда еще Здесь не было Третьего транспортного Кольца И всех Вот этих Развязок Так что По сути Это к Шмиттовскому Проезду Выход Вот с одной стороны Платформы Туда идет Там где как раз Мост идет Через Шмиттовский Проезд Туда вот Можно выйти напрямую И дальше туда Пройти к Шелепихе К метро И к платформе Ну и туда Далее Соответственно Уже К мосту И там Там уже Фелиза Мостом К Москва-реки Вот Либо соответственно Там Шелепихинское Шоссе Там уже Пресня Район Пресня Ну и соответственно Там Жилая застройка В основном Детская больница Есть Фелатовская Ну и так далее Так что Всякие разные улицы Их там довольно много И Подвойского И Антона Вовсиенко И Стрельбический переулок И что там Ничего только нет Много разных улиц Ну а с другой стороны Это Сити Москва-сити И вот это все Что с ним связано То есть Ну и в том числе Метро Международное И деловой Центр Такие главные выходы Ну и На месте вот этого Мелькабината Сейчас продолжает строительство Жилого компаса Хедлайнер Вот С такой огромнейшей башней Огромнейшей Там чуть не Не 50 этажей В этой башне Самая главная Такая как бы Как звезда такая Как стоит Ее вообще Отовсюду на орбиту Пол Москвы Вот мне кажется Выходит прямо Около метро Шелепиха Ну и Дальше там Поменьше уже Дома жилые Уже не такой Высокой этажности Там между Макамольным проездом И как раз Вот этой вот Шмидтовским проездом И вот Железной дорогой Раньше там Много подъездных путей Было как раз От станции Пресни И туда дальше К этому Мелькабинату Ну а теперь Все разобрали Там часть Сделали Проход к метро Ну а часть Просто разобрали Теперь жилой комплекс Вот собственно И все Так в плане Каких-то сопримечательностей Эта платформа Она совершенно не интересна Ну Москва-Сити Если разве что Ну это лучше Тогда добираться Не через Тестовскую А лучше через метро Там выставочное Или международное Или деловой центр Хотя бы Тогда уже действительно А тут Мне кажется Достаточно сложно Переходить Туда еще идти Северная башня Первая Ну кстати Вот у меня еще Единственное Микро-район Камушки Там пятиэтажки остались Его сейчас Интенсивно переселяют Там строят новые дома По реновации Так что Ну Камушки Потому что Раньше когда-то Находились Дорогомиловские Каменоломни Прямо на берегу Москвы реки Недалеко от этого Микро-района Он находится Между вторым-перым Красногвардейским Проездом Шмидтовским Проездом Ну там Около Москва-Сити Конечно Причем Это сможет Москва-Сити Такой комплекс И вот эти Вот такие Пятиэтажки Такие маленькие Еще такие Советские времена И конечно Вообще Ну как они там Как игрушки Какие-то По сравнению С этими Огромными Небоскребами Ну сейчас Их переселяют А раньше Там были Каменоломники Где-то добывали Известняк Вот на берегу Москвы реки Поэтому называется Камушки Ну камень Известняк Ну вот такая Платформа